Всем привет! Сегодня поговорим немножко о турецком менталитете, поговорим о той проблеме, с которой старкиваются девочки. Я вот не знаю, затрагивала, я думаю, в отдельных каких-то прям видео нет, но тема проскакивала в моих анализах истории от анонима. Что хочу отметить? Про ревности и держать турка в тонусе нужно. Это всегда. Очень часто в нормальном, да, когда говорят в норме, ревность это то, что неуверенность человек в себе, сам в себе не уверен. Да, это правда. Но у турок ревность довольно-таки патологическая, они не уверены не в себе, а в мужчинах вокруг, потому что здесь подкатывают их к замужнему, к женатому, ко всем подряд. И порой, если ты даже говоришь, я там замужем, например, можно сказать, а тебе все равно найдется какой-то такой ухажер, он упертый, который будет продолжать, условно, реально, пока вот не пошлешь матом, там как-то некрасиво, грубо и так далее, от тебя не отстанут. Будут пытаться продавить там, я не знаю, насильно быть милой и тому подобное. То есть в Турции, я уже говорила об этом, что посылать надо конкретно, не завуалированно, мягко, я думала, он сам поймет, а конкретно, говорит, отвали, отстань, я занята. Я сейчас мужу, всегда самое лучшее, это я позвоню сейчас мужу или звонить прям мужу и говорить, дорогой, поговори, тут мужик какой-то ко мне пристает. Ну-ка, блин, скажи парочку слов, ставь сюда, пожалуйста. То есть здесь это работает вот так, не полутона, намеки какие-то, а конкретно, если вам не нравится, что за вами кто-то ухаживает. А если вы это делаете полутонами, намеками, не конкретно, это расценивается как элемент флирта, опять же. И это говорит о том, что, значит, вам это внимание подобное приятно. И тогда у вашего парня или супруга могут уже к вам возникнуть вопросы, условно, почему ты так не активно отбиваешься, почему ты мне не позвонила, не сказала. Турки ревнивые, и они ждут в ответ, что их тоже будут ревновать. Турчонки очень ревнивые, поэтому здесь нет, я всегда говорю, дружбу между мужчиной и женщиной. И проблема у девчонок, очень наших многих, в начале отношений, турок ревнует, мне это приятно, я позволяю, сама в ответ не ревную. А что, я буду опускаться, что ли, до какого-то уровня, а я тебе доверяю, на доверие мы далеко уедем и так далее. Вот эта вот ревность, это некое подтверждение чувств здесь, я вот про Турцию говорю, и на Востоке, скорее всего, везде, так может, у арабов в том числе, у девчонок есть, кто из Эмират смотрит, кто с арабами живут в Америке, подписчики, девчонки, пишите, как у вас, так или нет, мне самой интересно, но я думаю, что это на менталитет большую распространенность, не только на Турцию. Вот эта вот ревность в ответ, они это видят с детства, они видят у своих родителей. И вот эта вот ревность, это норма здесь, и это некий симптом, показатель того, что ты нужен, а тебе беспокоятся, тебя любят, то есть тобой дорожат, тебя боятся потерять. Поэтому нашим девчонкам я вас опять научу плохому. Надеюсь, турки это видео не будут смотреть. Девочки, ревнуйте своих мужчин, даже если вы, скажем так, реально его не ревнуете, в нем уверены, но вот этот некий огонек перчинковых отношений, когда вы даже где-то шуточно, возможно, контролируете своего мужчину, вы ему показываете, что он вам нужен, вы им дорожите. То есть на самом деле это считывается Турком как проявление любви, заботы, эмоций. То есть я ей не безразличен, она ко мне не холодна. Вот что происходит. Поэтому держать Турка в тонусе, вот этой ревностью периодически что-то там, а ну-ка покажи соцсети, а ты где был, а с какими-то мужчинами, а кто там у тебя в компании там с друзьями чай пошел пить и так далее к этой встрече, или а что там девочек не будет, вы же он них типа условно не берете и так далее. Для них это очень показательно. Их надо в этом плане поддерживать в тонусе, даже если ты сама реально на нем, ну так ты уверен, ну такой он читаемый, предсказуемый. Но девочки, честно скажу, уже из истории, из опыта, кто меня в консультировании, кто с чем приходит, вот в тихомом у тебя черти водится. Когда ты на 100% уверена прям в своем муже, вот эту перчинку подозрения ему не даешь, очень часто за этим и есть измены, когда потом разводится при разводе, например, это узнается, или уже когда развелись ты, блин, а он не такой идеально хороший, как я думала. Я думала, это я такая плохая, там не знаю, начала, например, заменять, там развелись, у меня прошла любовь и так далее. Причем может быть миллион, но смысл-то какой, да? То есть вот эта перчинка ревности, некий немножечко контроль, показать, что я эмоционально подключен, ты мне нужен, я задействован, это очень просто хорошая профилактика, так назовем, чтобы, просто чтобы булки не расслаблял. Это полезно. Минусов здесь, честно скажу, я здесь никаких не вижу. Если вас волнует тотальный вопрос, ты же психолог, ты должна говорить о доверии. Это доверие, да, но мы говорим сейчас об особенностях менталитета, и для них, если ты не спрашиваешь, не чуть-чуть ревнуешь где-то, ну, конечно, в рамках нормы без концертов и истерик, не чересчур некоторые тоже не передавите, пожалуйста, чтобы от себя не оттолкнуть. Ну, короче говоря, это для них норма, они это считывают просто по-другому, не так, как мы, не так, как европейские люди. Менталитет просто другое, другое отношение к этому для них это важно. Это показатели, эмоции, чувства. Видите, еще восточная кровь, интрижки какие-то, эмоции. Здесь без этого никак. Они всегда с огоньком и с перчиком. Пресно у них не бывает. Пресно, это значит, я не нужен. Пресно, значит, можно расслабить булки, делать то, что я хочу. Вот очень все просто. Я вам сразу аналогию провожу, к чему это приводит. В итоге потом к каким-то изменам или фривольному отношению, неуважению. Женщину ни во что не ставят, не считаются. Вот к этому приводят. Да, блин, перчика не было. Ты не показывала, какая ты свое я. Блин, надо иногда, понимаете, где-то поднадавить, показать эмоцию и так далее, чтобы не спускаем, скажем так, с рук. И опять же, вот про это, когда эта вся история затягивается, когда женщину начинают ни во что не ставить, например, как исход. Вот очень часто такое я слышу. Вот этот домашний султан в тапках. Очень, я вам говорила, многие турки разбалованы мамами, которые, у них есть возможность не работать, ухаживать за своими детьми и своим сыночкам. Они чай приносят, там, условно, сыну там 50 лет, мама 70-летняя, 75-летней чаечки расставит, хотя у самой уже все болит, ноги еле носят, там, не знаю, радикулит вся история, еще что-то, хондрос. Но она вот сключенная несет чаечек сыночку там и так далее, да. А он и не думает, там, например, сказать маме спасибо даже. Ну, там, типа, спасибо. Но, короче, это задолженность, за норму отношения такое, да, к женщине в семье. Вот видите, мама продолжает так жить. Она это тоже видела из поколения в поколение. Поэтому я вам раньше всегда говорила, девочки, выходя замуж или вступая в какие-то отношения, сожительствуйте или еще что-то серьезное, короче, отношения, пожалуйста, напрягайте мужика, держите в тонусе. Не стелитесь перед ним, вам потом боком выйдет. Так вот, вот такие моменты, я хочу дать такие советики небольшие. Как мужчину потихонечку приучать к этой самостоятельности и не давать этому спуск, не полностью стелиться? Элементарные моменты. Где-то там за мужчиной ухаживаем. Ой, а ты мне сделаешь чай? То есть попросите его налить вам чай. Ладно, не заварить, но просто налить в кружку. Или принеси мне там водичку. Какие-то просьбы от вас должны быть. То есть он должен физически к чему-то подключаться, к каким-то процессам, что-то выполнять, что-то делать, какие-то задания. Ой, слушай, я тут сейчас там пол мою и что-то. Ты не мог бы пропылесосить? Или прям можете говорить, помоги мне. Фраза должна так называть. Ой, слушай, помоги мне, пожалуйста, сделай вот это. Помоги мне, пожалуйста, протри пыль. Помоги, пожалуйста, пропылесось. Или смотри, я сейчас буду делать вот это, а ты мне помоги. Я тогда быстрее закончу, мы пойдем с тобой гулять. Чтобы у нас какой-то план, например, был. Ой, слушай, обычно женщина приносит чай. Я имею в виду, у нее есть ситуация, когда к вам гости, какие-то родственники приезжают вдвоем дома или с семьей. Слушай, ты можешь мне сделать чай? Ой, слушай, насмешно, пожалуйста, чайник, вскипяти, я потом сама сделаю. Вот это мелкое, бытовое. Не давайте ему расслабляться, чтобы он вообще ни к чему не притрагивается. Вообще ничего не делает. Это не та история. Или, например, завтрак. Вы там, например, с мужем в твоем доме или там с детьми неважно. Ой, классно, давай вместе. Ты мне, например, слушай, я вот пошла там, не знаю, меномен готовить омлет или еще что-то. Пожалуйста, помоги мне. Разложи, например, сыр на тарелку. Сырные тарелки приняты на завтраке. То есть несколько видов родного сыра там, тара-та-та. Понимаете, да, я к чему веду? Что задействуйте сами своего супруга. Не позволяйте расправлять булки и сидеть спокойно на всем готовом. Не важен даже менталитет. Да вы до себя поставьте на это место. Когда вам все на блюдечке с голубой каемочкой, напрягаться не надо, вы очень быстро хорошему привыкаете, предлагать свою помощь перестаете и пользуетесь тем, что вам дают. То есть инициативу вы не будете тоже так же проявлять. И когда это из года в год, десятилетиями, о каких переменах может быть вообще речь? Если вам конкретно не придут и не скажут, давай помоги, вот тебе то. И понимаете, на начале отношений он не может отказывать. Он тоже хочет быть хорошим. Он тоже хочет себя как-то проявить и так далее. Это тот классный момент, когда можно эту историю переиграть для себя в нужном русле. Для тех, кто уже давно историю запустила таких девчонок, много девочек, все равно начинайте. Многим очень страшно выказывать свое какое-то мнение, хотя уже вроде бы так сложилось, страшно потерять мужа. Честно скажу, очень у многих тоже работает вопрос с ребром. Они тоже к вам привыкают. У них здесь, так же, назовем так, неодобрительно расставаться, разводиться, айб, жена уходит, например, собирает вещи, скандалы выносящиеся на публику. Это же жесткий айб вообще, да, для семьи и прочих. Поэтому сказать, я честно даже скажу, сказать свое нет и условно мы там, ну не прям уж расходится, собрать вещи условно и переехать прям в отель, если идти вообще некуда, это больше процент скажу, что это как-то пододвинет ситуацию и сработает. Пожескачу прям такому ультиматумом таким. Потому что он тоже к вам, вы не думайте, что вы здесь просто иностранка на птичьих правах или там даже у вас есть из гражданства жили и так далее. То есть я здесь равно приезжая, это ощущение, что у меня чего-то меньше каких-то прав и там свобод, там уважения. Это заблуждение большое, которое только в вашей голове. Это ваш страх менять ситуацию, ваш страх, например, оказаться на улице и так далее. Но если вы за себя, за свое счастье, за свои права биться не будете, никто за вас биться точно не будет. Кроме вас ваши права никому не нужны. Если вас не устраивает, что муж у вас едет на шее, муж-турок, не бойтесь ставить вопрос ребром, доводить это, скажем так, до конца. Поверьте, если это взрослый уже здесь мужчина, у него тут мама, папа, вся история, семья, да он не доведет до конца, он повыпендривается, и все равно придет вам с повидной и как-то будет решать ситуацию, я вам серьезно говорю. И вот тоже развод этот не одобрит. Всегда об этом помните, у вас есть всегда рычаг давления на них. Спасибо за внимание, я надеюсь, видео было полезным. Кто смотрит через VPN, подключайтесь из России через VPN, он работает, YouTube, если заблокируют. В общем, всем добра и мира, и любви. В инфобоксе у меня под видео моя почта. Если вам нужна консультация у меня как психолога, пишите на почту, тема письма консультации. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.